Путешественница Лаура Феррари без промедления приглашает свой кампер, фамилии обязывает. Дом на колесах, тут есть все для проживания, рассказывает и показывает хозяйка. Гостеприимство, этим и славится народ Сапенинского полуострова, но даже рядом с гостем итальянцы все равно белла фигура, держат фасон. Ничего компрометирующего не покажут ни за что на свете. Интересуемся, какую музыку слушают в путешествии, надеемся услышать что-то привычное, Альбана или Тотокутуньо, но эти люди в привычной рамке никогда не впишутся. Супруг Лауры, Чиану. Просим его прокатить нас на кампере. От гостиницы Азимут до Кремля. Ответ получаем отрицательный. Вот он, итальянский характер. Машина для лишних разъездов уже не молода, говорит Чиана. 25 лет. Ровно столько же в этом году исполнилось кампер-клубу «Ла Гранда». Мы едем со старенькими итальянцами, с пенсионерами. То есть у нас самому молодому обычно лет 60, а самому возрастному где-то, наверное, 82. Поэтому специфика, конечно, есть. Они капризничают, они устают ходить. Каждый год десятки итальянцев отправляются в путешествия по миру. Главное условие – наличие кампера. Второй год подряд путешественники выбирают Россию. Тур вдоль Волги. 27 дней, 14 городов. Астрахани в этом списке – промежуточное звено. Но находятся представители клуба здесь три дня. Такой стоянки больше нигде нет. В регионе есть на что посмотреть. 15 автомобилей со всех концов Италии в каждом кампере. Свои обычаи и быть вплоть до выбора пищи. Извините, ваши помидоры астраханские или итальянские? Это мои собственные, я сам их выращиваю. Это ветчина из Пармы. Лучше ее не сыскать во всей Италии, да и, пожалуй, в мире. Мы всегда берем ее с собой. К выбору еды итальянцы относятся весьма серьезно. Многие путешественники не могут себе позволить употреблять пищу, продукты из других стран. И в этом просматривается еще одна черта итальянского характера – консерватизм. Но кое в чем Астрахань все же соблазнила консервативных гостей. Ваши арбузы великолепны. В отличие от наших, они выращены на солнце. Другой пример. Итальянец Феличи Оберто. Его кампер сломался еще в Польше. Феличи с итальянского – счастливчик. Ради того, чтобы продолжить путешествие, немолодой уже мужчина взял на прокат 16-летнюю Ауди. Неудивительно, что прогадал. Машины ломаются в каждом городе. Организаторы молят всех святых, чтобы авто прошло весь маршрут. Я не мог пропустить это путешествие. Прежде всего, я хотел попасть именно сюда. Ведь об Астраханском Кремле я слышал еще в школе. Да и вообще, в Астрахани много чего интересного. Взять хотя бы этот променад вдоль Волги. У нас такого нет. Какие счастливые люди. Впереди у итальянцев сотни километров маршрута по Астраханской области. Лотосовые поля, фермы, произведения осетров, сарай Бату. Год назад другая группа итальянцев все это видела. И заодно только это до конца путешествия они благодарили организаторов тура. Артем Лепехин, Роберт Переверзев. Центр новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова